Сергей Джердж, глава общественной лиги Украина-НАТО. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы говорим в нашем эфире, да, в принципе, наверное, на протяжении последних месяцев. Мы обсуждаем поддержку других государств, мы обсуждаем то, как все страны, как многие страны мира сейчас пытаются сделать какой-то вклад для того, чтобы остановить российскую агрессию. И не только во имя Украины, не только во имя даже европейского сообщества, европейских государств, а по сути всего мира. Потому что вот тот мировой голод, которому провоцируют, из-за которого спровоцирован российской агрессией, он проявляется. И очень много вот этих проявлений российской агрессии в разных государствах. Поэтому, собственно говоря, тема очень важна. Важна сейчас и поддержка НАТО в этом вопросе. Если говорить о том, что было полгода назад и с каким запросом обращалась Украина к Альянсу, с каким запросом общество украинское обращалось, это закрыть небо над Украиной, это была, наверное, одна из основных просьб. Но мы понимаем, по истечению шести месяцев, что этого не произошло. Но поддержка Альянса, она все же, ну, поддержкой тех же Соединенных Штатов Америки и Вашингтона, она проявляется. Как вы считаете, основные аспекты и основное проявление Альянса в поддержке Украины, в противостоянии агрессии российской, в чем оно? Ну, во-первых, в четкой своей позиции, которая проявляется в политических заявлениях. Это, во-первых. Во-вторых, в Североатлантическом Совете, главном органе НАТО, четко принято решение рекомендовать всем странам НАТО, это 30 стран, помогать Украине в военной и военно-хитнической сфере. Потому что фактически имуществом военным, вооружением владеют страны, участницы. Само НАТО – это как организация, платформа для сотрудничества, для взаимодействия, для взаимосовместимости. И, конечно же, военным имуществом владеют страны. Поэтому такие страны, как Соединенные Штаты, прежде всего Великобритания, Балтийские страны, очень важная, большая помощь – Эстония, Латвия, Литва, Польша, другие страны. Фактически они помогают Украине в военной сфере. И мы видим, что все больше и больше стран присоединяются к этому. Есть помощь Германии, мы видели помощь Северной Македонии. То есть те страны, которые могут хоть чем-нибудь помочь Украине, они это делают. И к тому заявлению Колина Кала, заместителя министра обороны США по политическим вопросам, его заявление о том, что Соединенные Штаты полагают, что Украина в ближайшие три года сможет перейти на стандарты НАТО и вооружение НАТО, соответственно. Скажите, а не быстрее ли это произойдет? Потому что, судя по всему, Украина сейчас весьма эффективно взаимодействует. В частности, то, что касается оружия НАТО. И, по сути, Украина ведет новую войну нового поколения, на которую как раз Альянсу стоит, скорее всего, обратить внимание. И уже даже самому НАТО стоит поучиться некоторым методам, которые использует украинская армия. Это, конечно. И мы знаем, что Россия до полномасштабного вторжения очень много сделала для того, чтобы ослабить украинскую армию. Прежде всего, мы помним взрывы на складах вооружения, когда были уничтожены, уничтожено большое количество снарядов, тех советских калибров, которые были в украинской армии. И армия ощущала определенный голод по боеприпасам. Если мы переходим на стандарты НАТО, на калибры, которые используют страны НАТО, с одной стороны, мы можем производить это, если есть возможность, а с другой стороны, это неисчерпаемый рынок, так сказать. Мы можем не так тревожиться об отсутствии снарядов, боеприпасов, потому что в любом случае их много в каждой из европейских стран. И мы, получая эту помощь, можем быть уверены, что армия украинская будет обеспечена этим вооружением. Но следует также вспомнить то, что НАТО тоже трансформирует свое отношение к Украине, потому что мы увидели новую геополитическую роль Украины. Об этом раньше не задумывались. И как бы большие страны решали свои вопросы. Но вот Украина оказалась изолированной, и это запустило такой маховик, возможно, голода в Африке, в Азии. Очевидно, геополитическая роль в Украине была недооценена. И поэтому такие страны, как Украина, они имеют особую ценность и сегодня, и в будущем. И я думаю, что наши партнеры и в НАТО, и в Европейском Союзе по-другому оценивают сегодня нашу страну, чем это было, скажем, даже полгода назад. И давайте обратим еще внимание на то, как реагируют по ту сторону, так сказать, Украину, НАТО поддерживают, а Россию пугают. На днях заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью французскому изданию заявил, если переговоры между Украиной и Россией таки состоятся, то Кремлю невступления Украины в Североатлантический Альянс уже мало. Теперь государство-агрессор хочет гарантии безопасности для своей страны. Об этом можно было... Понимаете, отказ от участия в Североатлантическом Альянсе это сейчас необходимое, но уже недостаточно условия для достижения мира. Необходимо именно выработать те же гарантии, о которых и вы сказали, и о которых говорил президент Путин. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ. То есть смотрите, со всех сторон получается Россия то, против чего собственно и боролась, то, чего опасался больше всего Кремль, приближение границ НАТО к границам государства России. В Финляндии, Швеция уже вступают в НАТО, тут остались фактически элементарные процедуры. Потому что Украина фактически может, как, например, господин Киссинджер сказал, хотя он все время меняет, у него какие-то полярные мнения. С одной стороны, вроде как нужно уступать территории, а потом совсем недавно говорит, что уступать не нужно, и вообще Украина уже является частью НАТО. То есть, скорее всего, Украина может вступить в НАТО, говорю сейчас очень осторожно. И таким образом Россия приближает границы Альянса к своей границе, к российской границе. Ну и, соответственно, а какие гарантии безопасности тогда можно дать? В принципе, всегда, все время Североатлантический Альянс подчеркивал, что НАТО не является угрозой для России. Конечно же. Если бы НАТО была угрозой для России, то НАТО могло бы рекомендовать, ну или определенные страны могли бы проводить свою какую-то гибридную экспансию еще после распада Советского Союза. Но этого же не было. Наоборот, европейские страны и США помогали России, другим странам, Украине выжить, как-то трансформироваться. И вкладывали много денег в Россию, в демократизацию общества. Но на самом деле это ни к чему не провело. Потому что авторитарный режим, который укрепился в Российской Федерации, он привел к такому имперскому мышлению. И все вот эти имперские идеи Российской Федерации, они возродились. Независимо от того, как они назывались в прошлом. Там империализм, коммунизм или сегодняшний расшизм. Это все одно и то же на самом деле. Потому что, в принципе, Россия не боялась НАТО. Россия была стратегическим союзником НАТО, стратегическим партнером. У НАТО было два стратегических партнера. Украина и Россия. Франция строила мистрали, вертолетоносцы для России. Германия строила танковый полигон в России. В Ульяновске была база НАТО логистическая. Было сотрудничество, совместные какие-то учения. Но для чего нужно было России такое пугало НАТО? Потому что они готовили вторжение в Украину. Они хотели колонизировать Украину любым путем. Политическим, экономическим, военным. И если это не удалось, скажем, через власть украинскую сделать, народ этого не воспринимал, то перешли в военную фазу. И чтобы оправдать свою захватническую позицию, они придумали такую угрозу, как НАТО. На самом деле никакой угрозы от НАТО нет. И это все просто слова и демагогия. Россия хотела оккупировать Украину для того, чтобы получить наши земли, наш экономический потенциал, сельскохозяйственный потенциал, и, главное, человеческий потенциал, который есть здесь в Украине. С тем, чтобы это все работало на Российскую империю, а не на собственный народ, на собственное государство, как хотим мы этого украинцы. Здесь еще важный момент, как Российская Федерация перекручивает всю эту информацию, в частности и с помощью со стороны Альянса. Действительно, наверное, ни одно государство, страна, член НАТО, не получал такую поддержку, вот как Украина, которая не является, не входящая в Альянс. Но каждый раз, когда есть какие-то заявления, но скорее больше, когда есть какие-то поставки вооружения, когда есть какая-то помощь от других государств, сразу Российская Федерация это либо сопровождает большими обстрелами мирного населения украинского, либо все больше усиливается пропаганда российская, говорят о том, что это вооружение идет куда-то на использование, куда-то продажа, контрабанда и так далее. Хотя есть четкие системы, как можно отследить все это оружие, предоставленное Украине. Но опять же вопрос с вот этой риторикой, с вот этой пропагандой, то, как это преподносится не только россиянам, то, как это преподносится с помощью разных средств массовой информации, несмотря на все вот эти запреты российских СМИ в мире. Тем не менее, это преподносится гражданам Европейского Союза, европейских государств, в том числе и Соединенных Штатов Америки. И где-то отчасти граждане, которые не особо начинают копать в этой теме, они так или иначе начинают ассоциировать, мол, смотрите, видите, вот поставки вооружения, которые мы предоставили Украине, вот смотрите, поддержка нашего европейского государства, которое мы предоставили Украине, вот последствия мы видим у себя. А вот с этой пропагандой что делать и как здесь, возможно, Альянс может, ну, не знаю, помочь, принести в лепту? Последствия поставок мы видим в том, что сохраняются жизни украинских граждан, в том, что более четкие, твердые позиции украинской армии. А, конечно, выдумывать можно что угодно. Мы знаем о таких успехах и возможностях российской разведки, российской пропаганды, которые используют ту возможность, что можно платные статьи публиковать в разных газетах, журналах, сайтах, как вариант свободного мнения. Россия очень использует возможности демократии. И если ложь повторить тысячу раз, конечно, кто-то это услышит и, может быть, как-то это на него повлияет. Но на самом деле этого нет. Есть четкая позиция большинства журналистов, большинства медиа международных, которые сейчас работают и в Украине, и освещают эту тему, и глубоко имеют информацию о том, что происходит. Этого всего нет. Мы видим, что чем больше будет помощи Украине, тем быстрее закончится эта война. А это лучший исход и для самой Украины, и для наших европейских и американских партнеров. Сергей Федорович, я напомню, что 23 числа во время второго саммита Крымской платформы выступал генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг. Он заявил, что в преддверии тяжелой зимы Украину необходимо снабжать большим количеством оружия. Но при этом он заверил, что Украина в любом случае победит. И я бы хотел обратить еще внимание на одну информацию. Это касается Соединенных Штатов Америки, члена НАТО. Но, тем не менее, заказали для Украины систему противовоздушной обороны НАСАМС, и общая сумма по контракту с компанией-производителем составила почти 200 миллионов долларов. Сам контракт, что важно, должен быть исполнен до 23 августа 2024 года. ПВО НАСАМС способны поражать и уничтожать самолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Первые экземпляры должны появиться в октябре-ноябре. Но, тем не менее, контракт это достаточно долгосрочная история. И нужно, когда ты заказываешь такое вооружение, нужно понимать, что ты куда-то это будешь продавать. То есть это не просто так заказали, а там как получится. Из этого следует ли, что, например, те же Соединенные Штаты, как член Альянса Североатлантического, рассматривают продолжение, ну еще как минимум на два года войны в Украине? Нет, это не так. Это исполнение всего контракта большого, который, возможно, позволит Украине закрыть то небо в той мере, в которой это будет возможно. Поэтому мы заинтересованы, чтобы это все начало работать не через два года, а уже сейчас. Какие-то первые экземпляры, первая техника, которая будет защищать Украину, уже была в Украине. Ну и другая техника, которая уже готова, которая уже может как бы с ходу, с колес работать, защищать, помогать украинской армии, украинскому народу. Поэтому это очень важно. И вы вспомнили Йенсен Столтенберга, он много сделал для того, чтобы добиться такого консенсуса внутри НАТО относительно Украины. Потому что мы знаем, там есть разные лидеры, и у них немножко свое видение на Россию и на российско-украинскую войну. Но он заканчивает свою каденцию, и, конечно же, в НАТО будут выбирать нового генерального секретаря. Я знаю, что один из претендентов это Борис Джонсон. Есть еще претендентка, бывшая президент Литвы Даля Гребовская, а также бывшая экс-президентка Хорватии Китарович. То есть, в принципе, мы видим, что любой вариант, который будет возможен, возможно, будут еще претенденты, но в любом случае экс-президентка Литвы и бывший премьер-министр Борис Джонсон, который станет бывшим после того, как закончит свою каденцию, это такие варианты очень хорошие для Украины. Эти люди очень хорошо знают нашу страну, знают эту ситуацию, которая случилась. Я думаю, что они будут еще с большей энергией помогать Украине, будучи на посту генерального секретаря НАТО. Выступая онлайн на саммите НАТО в Мадриде, президент Украины Владимир Зеленский, он сказал, что либо сейчас экстренная помощь Украине, либо отложенная война с Российской Федерацией. Но, возможно, есть такая уверенность у стран-членов Альянса, что все же Российская Федерация, все же Путин не будет зариться на членов Альянса, и поэтому чувствует себя более безопасно. Как вы думаете, есть ли в этой мысли какой-то резон? Они недооценивают ту угрозу, которая идет от России. Запущен маховик войны, и уже и Путин подстегивает и своих генералов, и своих пропагандистов, и власть, которая смотрит ему в рот и ничего не может возразить против. А потом это идет, эта волна в обратном уже направлении, в том, что пропагандисты все больше и больше звереют, и уже вспоминают не только там Молдову, Казахстан, но Польшу и другие-другие страны все чаще вспоминают то, что советские и российские танки планировали достичь Ла-Манша за несколько дней. И эта общая такая атмосфера, она уже давит и на самого Путина, на то, что он не может остановить эти процессы. Поэтому, конечно, если мы выведем возрастание этой угрозы, началось все с такой вялой аннексии Крыма, потом перешло в фазу уже войны на Донбассе, сейчас это полномасштабная крупная война. Если это не остановить, то дальше будет еще хуже. И неизвестно, какие методы и способы, что именно будет использовать Путин и Россия. Поэтому лучше в любом случае это остановить раньше, чем позже. И тут задача уже и украинской стороны, украинских дипломатов, украинских медиа донести эту мысль, это понимание к европейским странам прежде всего. С тем, чтобы мы единым фронтом стояли, выстояли против российской агрессии. И для нас это сейчас очень важно, что мы не один на один с врагом, а именно и Европейский Союз, и НАТО, участники этого противостояния и ответственны за результат. Вот это понимание для нас очень важно. Я бы хотел сейчас обратиться к не столь уж давней истории, но для начала еще одна цитата Йенса Столтенберга, агентства НАТО, НАТО поддерживает Украину с момента ее независимости. И вы можете продолжать рассчитывать на НАТО сколько угодно Украина победит. Это прекрасное, наверное, заявление, но тут вопрос о 2008 годе. А что тогда помешало предоставить еще в 2008 Украине план действий по членству, если НАТО с момента независимости поддерживает Украину? Вера отдельных лидеров европейских стран Путину, доверие к нему, потому что он всякими путями и значит окольными и прямыми навязывал мысль, что не надо принимать Украину в НАТО и все будет как обычно, будет бизнес, сотрудничество. Вот у нас есть такая хотелка, мы так хотим. И почему-то ему шли в этом навстречу. И здесь роль тогдашнего президента Франции Саркези и канцлера Германии Меркель, которые поддержали вот эту линию, чтобы не предоставлять Украине ПДЧ план действий относительно членства НАТО. Они вовлекли в это Бельгию, Нидерланды, чтобы не быть одними только. Тогда Бельгия и Нидерланды поддержали этот процесс. Даже Венгрия занимала другую позицию в то время, в те годы. То есть фактически недальновидность этих лидеров, мы можем сегодня так оценивать то время, недальновидность этих лидеров привела к обострению ситуации в Европе, к началу российско-грузинской войны. Конечно же, если бы Украина была в НАТО, этого бы не случилось. Но, возможно, нам нужно было и раньше работать в этом направлении. Прежде всего, власти украинской объяснять и опираться на украинский народ, который хотелось бы, чтобы он был проинформирован и вместе, скажем, с Эстонией, Латвией, Литвой становиться членами НАТО. А еще раньше, когда был Будапештский меморандум, конечно, мы все умные после того, как случилось, есть такая шутка, чтобы я был таким умным, как моя жена, чтобы я был таким умным до, как моя жена после. Это было бы хорошо. Но это шутка, а в плане серьезного анализа истории важно бы было подписать Будапештский меморандум о том, что мы избавляемся от ядерного оружия, а гарантией нам нужно членство в Европейском Союзе и НАТО, а не просто меморандум. И на это, я думаю, пошли бы европейцы в то время, если бы мы на этом настаивали. Это были бы хорошие гарантии для мира на будущее. Продолжение вашего тезиса по поводу дальновидности или же наоборот. Вот, например, Аджей Дуда, президент Польши, говорил, что Украина нарушила имперские планы Путина по захвату Европы, но угроза по-прежнему сохраняется. Исходя из тех исторических фактов, которые вы озвучивали, как вы думаете, есть ли сейчас у Путина чем, ну не знаю, подкупить альянс, шантажировать альянс, либо какие-то другие аргументы привести, чтобы склонить в свою сторону? Это тяжело, очень тяжело. Россия становится токсичной. Раньше были встречи, были какие-то обещания, была помощь со стороны России в такой серой зоне или даже в такой черной сфере поддержки политических партий и движений. И не только Мэри Липен там во Франции, но и других. Венгерская оппозиция пишет, что Россия помогала партии Орбана, ну и другие, другая есть информация. Но раньше это было еще половина как бы воспринималась не так отвратительно, скажем так. Сегодня же после того, что делает Россия, как Российская армия ведет себя в Украине, о чем говорят российские политики на своих экранах, когда они призывают уничтожить украинский язык, когда Дугин в свое время заявлял, что нужно экстерминировать всех украинцев, то есть убить всех, это его такая позиция. Я думаю, его место в Гааге. Украина очень заинтересована, чтобы он был живой, я думаю, и побольше говорил таких вещей и дальше, и потом сел в Гааге в международный трибунал. Но учитывая все это, сотрудничество с Россией становится более токсичным, и те политики, которые себе раньше позволяли это сделать, сейчас уже стараются избавляться от этого. Поэтому, мне кажется, Россия уже очень сложно будет влиять на принятие решений в европейских странах. Хотя могут быть, как говорят разведчики, консервы, которые рано или поздно там будут проявлять как-то свои позиции. Но это тут уже очень важно общественное мнение и работа масс-медиа, вот нас с вами, вас с нами, с тем, чтобы мы оценивали ту или иную, те или иные решения, ту или иную позицию, которую занимают лидеры и политики, эксперты. Сергей Федорович, благодарим вас за участие в нашем эфире. Сергей Джердж, глава общественной лиги Украина-НАТО, только что был с нами в эфире. Ну и для того, чтобы подытожить все вышесказанное, украинская армия в ближайшие три года полностью перейдет на стандарты и вооружение НАТО, заявил заместитель министра обороны США Колин Кал. Агрессия России не увенчается успехом, а США будут постоянно помогать Украине защищать свободу и территориальную целостность, сказал он. Как именно страны НАТО поддерживают Украину, расскажут наши коллеги. В преддверии тяжелой зимы Украину необходимо снабжать большим количеством оружия, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на втором саммите Крымской платформы. По его словам, Североатлантический альянс будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Зима уже близко и она будет тяжелой. Мы видим, что война идет на истощение. Это борьба воли, логистики, поэтому мы дальше должны поддерживать Украину. Мощная и стабильная Украина – залог евроатлантической безопасности. Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно. Поздравляя Украину с Днем Независимости, генеральный секретарь НАТО заявил, что уверен в победе Украины. В День Независимости Украины я отдаю честь храбрым украинским женщинам и мужчинам, которые борются за свою свободу и свою страну. НАТО поддерживает Украину с момента ее независимости и вы можете продолжать рассчитывать на НАТО сколько угодно. Украина победит. Йенс Толтенберг, генеральный секретарь НАТО в Твиттер. Политическое руководство России было уверено, что сможет реализовать свой план и захватить Украину за несколько дней. Однако поставленных целей так и не было достигнуто. А Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Но чтобы объяснить российским гражданам все неудачи, их уверяют в том, что борьбу ведут именно с НАТО. Одно из таких заявлений снова озвучил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев во время визита на полигон Мулина в Нижегородской области. Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины. И безумные начальники эти исследующие для нас это не имеет значения. В конце концов, вопрос даже не сегодняшнего дня примут решение, например, атаковать нашу территорию. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации. Понимая все риски и угрозы, которые могут исходить от России, еще в феврале Североатлантический альянс заверил, вступать в боевые действия не будет. При этом готов максимально увеличить вероятность приемливого с точки зрения именно Украины результата войны. И Украина, не являясь членом НАТО, получает военную, финансовую, гуманитарную и экономическую поддержку альянса. Это беспрецедентно. Ни одно государство НАТО никогда не получало такой помощи, как Украина, не входящая в НАТО. Это касается и самого углубленного, разведывательного и спутникового обеспечения, а также обучения украинских солдат на полигонах в Великобритании, Польше, США и других странах. Барташ Чехоцкий, посол Польши в Украине, на сайте Polsco Times. В Министерстве обороны США уверены, украинская армия уже за ближайшие три года сможет полностью перейти на стандарты и вооружение НАТО, отказавшись от оружия советских образцов. Усилия России не увенчались успехом и не увенчаются. И как мы четко заявляли на всех уровнях, мы готовы оказывать постоянную помощь в безопасности, пока Украина защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Колин Калл, заместитель министра обороны США по политическим вопросам во время брифинга 24 августа 2022 года. Вы сражаетесь за саму цивилизацию. Ваша сила и стойкость поразили мир. Мы видим это на примере украинского солдата, взорвавшего себя вместе с мостом в Геническе, чтобы не допустить продвижения российских войск. Мы видим это в том, с какой молниеносной скоростью и эффективностью украинские военные овладевают новыми вооружениями. Мы видим это в тысячах добровольцев, решивших воевать бок о бок с вами. Мы видим это в армии обычных украинцев, что делает всё возможное, чтобы помочь, даже убирая мины голыми руками. Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО в Телеграм. Напомним, что на саммите НАТО в Мадриде в конце июня лидеры стран-членов альянса согласовали комплексный пакет помощи для Украины. Он включает в себя предоставление военной техники, топлива, медикаментов, обучение украинских военнослужащих. А также направлен на ускорение поставок нелетальной оборонительной техники, усиление киберзащиты и модернизацию оборонного сектора в процессе его перехода к большей оперативной совместимости с НАТО в долгосрочной перспективе. Юлия Абиль специально для информационного марафона Freedom телеканала UA